здрасте мои дорогие все кто шагает в ногу со временем знают систему флай леди и системы мореконда если кто не знает в интернете много информации мне эти системы что-то другое мне нравится уборка 15 минут на по флай леди это с этим с таймером господи забыла как называется во-первых ты целеустремленно уже знаешь что те есть только 15 минут на одно дело вот как бы это дисциплинирует вот и чем я планирую на неделю что мне нужно сделать вот на эту неделю у меня планер на кухне разобрать раз два три 4 5 6 шкафчиков ну как раз 56 потому что есть большие есть маленькие как раз в день по одному шкафчику но это помимо утренней и вечерней рутины там утром застелить кровать там пыль по вытирать кушать сварить все ну и одно задание нужно мне обязательно сделать чем размуссоривание кухни потому что как бы перед новым годом я размуссоривала но у меня по плану раз год там раз полгода там аптечку дело все сейчас у меня один по приправы приправы полочку с чаем я все буду показывать ну не все наверное одну два шкафчика покажу размуссоривание не думаю что вам будет очень интересно все смотреть ну может кого-нибудь подбивнув про мотивирую также на уборку так я хочу каждый день брать по одному нужно размуссорить по флай леди конечно там в день нужно размуссоривать 27 вещей нужно выкинуть у меня столько может и есть но как-то я еще не созрела столько выбрасывать уже если вижу точно что это мне не понадобится или это просрочено и тогда только я это вот у меня планер здесь есть там что один раз день тела один раз в неделю один раз в месяц один раз квартал я смотрю потом отмечают это я показывала уже по моему про ежедневник там все мои ну и на неделю я еще в ежедневнике вот ну короче приступим сегодня я хочу показать вот у меня так хранятся пока месть хранятся ведь эти приправы нужно перебрать потому что у них тоже у всех есть срок годности если какие-то мне не подписанные я ищу или в интернете вот у меня например забыла как опять называется этому в гуа брали ой куме еще позвонила она мне сказала как я проверила что у них срок годности два года то есть сегодня нужно пересыпать куда-нибудь подписать и поставить дату когда срок окончания тоже вот в таких но здесь у меня есть это перец красный сладкий дата все общем вот здесь тоже нету это куркума ну тоже я знаю когда приблизительно это купала если что не знаю вы кинштейн очень много использую лимонной кислоты сегодня опять откупилась не нужно опять пересыпать баночку потому что у меня ее идет очень много здесь в 1 50 грамм а здесь на штук 20 потому что я чайник чищу микроволновку я чищу до холодильник чищу у меня все такое в машинку стиральную чищу и в посудомойку в раз в месяц добавляю но в общем лимонная кислота у меня идет очень поэтому как бы надо все эти пакетики они с датами вот я стараюсь писать когда там открыла когда это чтобы срок годности то есть переберем наведем порядок нужно это все убрать вытереть все помыть потому что ну вы сами понимаете если раз в год делаю шкафчики сами по себе грязнятся вот так ну пошли поехали сейчас я это все вытяну у меня еще удобно их вытягивать то что они у меня в коробочках то есть это быстро будет все вытянуто и как это все вытяну помою переберу поставлю так ну вот шкафчик я помыла чистенький с помощью этой губки меламиновой незаменимой но раньше когда у меня не было милами меламиновой губки я мыла все белизной сначала на тряпочку белизны наливаю протру ну или на губочку другую протру вот а потом чистая водичка с полоской они опять беленькие чистенькие ни пятнышек ничего так набрать от губки продолжаем дальше теперь все закроет этот ящик и буду разбираться с приправим посмотрим сколько мне чего останется так на вот этот ящик у меня ушло почти два раза по 15 минут ну это помыть надо было все переложить перебрать самое то что срок годности посмотреть вот все что у меня осталось и вот это все на выкинштейн очень много этих приправ которые пошли даже запакованы мороженое вообще запаковано но она уже вообще до 2015 года было годно то ли я не перебирала то ли не понятно вот это вообще запаковано карина до 2013 года было я наверное думаю ну раз запаковано в общем тут тоже всякие ешки добавлены поэтому я не рискую а всего много вот этих приправ все это у меня сынуля любит и готовить и он вечно набирать этих приправ а потом все не используют и все это выкинштейн поэтому сегодня у меня не 27 выкинштейна наверно сто восемьдесят семь вот так что вот такой порядочку не получилось все чистенько пусто ну я говорю так как я по системе флориде и марик марикунда у нее там как если убираешь то убираешь сразу ну все то что касается например сначала наводишь порядок везде по всем шкафах все все что касается одежды там потом все что там в книгах там такой все книги со всех комнат собираешь их перебираешь вот я начала с этого шкафчика приправы и еще у меня есть вот шкафчик приправы вот здесь видите или бардак какой в общем нужно тоже все это вынуть полочки помыть перебрать там вермишель все у меня вот это еще полочка с приправами там с вермишелем ну как это и вот этот перед ним тоже нужно все перебрать помыть ну я показала так и покажу что будет тоже все перемыть так что смотрим дальше так ну вот шкафчик этот помыла чисто все вытащила все теперь вот это все нужно посмотреть что нужно что не нужно пересыпать баночки помыть и их посудомойку пластиковые так мою так где нету даты как здесь например написано дата когда чё я уже знаю там где нет даты значит викинштейн потому что 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 с датами то что я знаю что еще годно то остается так теперь вот это мы что это чаще полочку сюда поставлю и смотри так ну этот шкафчик готов все помыла шкафчик то что надо выкинула вот этот ряд меня все почти пустые баночки теперь нужно заполнять теперь я знаю что нужно вот сода и одна только вермишелька осталось соль укроп смесь перцев и это апельсиновые горки это недавно делал поэтому это все остается на этот шкафчик у меня ушло ровно 15 минут потому что все баночки которые грязные я их в посудомойку пустила они моются так штук пять еще на работ пустые баночку здесь стоять это как бы про запас вот теперь приступать вот к этому шкафчику раз все со спицами с там крупами всем этот разобрать шкафчик будет последний здесь тоже шкафчики помыла все они пустые вот видите да что видно было если так старается все убрать потому что это не мытье когда там хоть что-то остается вроде бы я перебирала все потому что мне нужно все перещупать вот это руками это будет очень долго потому что у меня та посуда мой ко всему здесь нужно каждую пересыпать куда-то отдельно потом пересмотреть что выкинуть которые по освободятся их заполнить другими в общем все вычистить эти куда пересыпать крупы специи что вы кинштейн вот есть у меня уже здесь так что продолжаем давайте сейчас подведем итог уборки почти два часа мне ушло так ну это вы видели какие были специи и что сейчас стал так дальше вот этот шкафчик вот теперь он так выглядит там вся чистая посуда здесь уже более-менее заполнена так и здесь здесь тоже вот первый эти баночки помочь пересыпется так там тоже баночки так и здесь только четыре баночки то все пустое там стриманку возьму туда все больше там ничего нету что там больше ничего нету так и вот сейчас останется мне вот это все перемыть посудомойка одна партия помоется второе отберу то что стекло вот посудомойки можно мыть вот это вот это стекло вот этот пластик там вот стекло все что нужно посудомойки я отправлю что нельзя я все в тазик и в тазике с моющим средством все помою все отберу ну если кому понравилось ставьте пальчики вверх если кому не понравилось извините пишите в комментариях нравится ли вам такие обзоры может я кого-нибудь там сподвигла на уборку вот будет не очень приятно так что ну всем пока пока до новых встреч подписывайтесь на мой канал кстати чтобы не пропустить что-нибудь новенького да и мне как бы приятно больше узнаю нравится вам это или нет да и пишите что чтобы вы хотели чтоб я вам за всем пока пока до новых встреч